ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Екатерина. Алексей, у нас в нынешнее время за последние несколько месяцев достаточно сильно лихорадило курс рубля. Вообще банковский сектор испытывал достаточно серьезное давление со стороны рынков. Как сейчас ваш банк себя чувствует и как вы оцениваете ситуацию на рынке? Сейчас уже более-менее все успокоилось. Самая большая была проблема в середине декабря, когда были метаморфозы, связанные с резким курсом доллара к рублю, резким скачком по ставкам, по вкладам. Сейчас все более-менее успокоилось. Этому способствовало несколько вещей. Первое – это, безусловно, стабилизация валютного курса и ставок по вкладам в банках. Второе – это увеличение суммы страхования вклада с 700 тысяч до 1,4 млн практически в два раза. И буквально совсем недавно это мера Центрального банка по снижению ключевой ставки с 17 до 15% годовых. Мы сейчас наблюдаем, собственно говоря, где-то уже с 23-24 декабря приток вкладов в связь с банками. Если говорить про декабрь, то в итоге у нас прирост вкладов в декабре составил больше 3 млрд рублей. А вот в январе больше 4,5 млрд рублей прироста. То есть люди продолжают нести свои средства в банк. То есть сейчас уже ситуация практически полностью стабилизировалась. Если говорить еще о психологии клиентов, они, допустим, в декабре большая часть клиентов размещала средства на вклад на один месяц. Поскольку была непонятная ситуация на рынке, и очень большую часть средств размещали в валюте. Сейчас начался постепенный переток уже и в рубли, и на более длительные сроки. То есть люди размещают вклады на 3, на 6 месяцев и уже даже и на год. То есть можно сказать, что ситуация существенно улучшилась. И фактически находится сейчас на уровне конца лета, осени прошлого года. А валютные вклады все еще популярны в связи с банками? Или как-то изменилось соотношение между рублевыми и валютными вкладами? Да, смотрите. Если, допустим, в начале 2012 года доля валютных вкладов старалась уже 10%, то есть большая часть была рублевого вклада, 90%. Почему это было? Потому что и курс рубля был стабильный, и клиенту было выгоднее вкладывать свои средства в рубли, потому что они получали больше доход. В начале 2013 года, да, эта ситуация немножко изменилась, но не сильно, не кардинально. На начале, допустим, 2013 года доля валютных вкладов составляла уже 20% от суммы привлеченных средств в банки. А вот уже в начале 2014 года эта доля выросла до 27%. А в течение 2014 года, до конца фактически 2014 года, эта доля увеличилась до 40%. Сейчас в новом объеме привлечения вкладов, который мы видели в декабре и в январе, доля валютных вкладов новых в общей массе стояла где-то 50%. То есть 50 на 50, 50 были новые валютные вклады, 50 рублевые. То есть все равно клиенты, тем не менее, даже несмотря на все кризисы и явления, делили валютные вклады и рублевые фактически пополами. Сейчас мы уже в феврале видим обратную ситуацию, когда опять начинают потихоньку рубли превалировать. То есть уже сейчас мы посмотрели, доля рублевого вклада составляет порядка 6 новых давного привлечения, 60%, а валютные 40%. А вот валютные, мы говорим валютные, какие валюты вообще у вас в банке можно использовать для накопления? У нас для накопления можно использовать 5 валют, именно кроме рублей. В основном 95% размещаются в долларах и в евро. Примерно чуть больше в долларах, где-то процентов, наверное, 55% от всех валютных вкладов. И порядка 40% это вклады в евро. Еще есть три валюты, в которых можно размещать срочные вклады. Это швейцарские франки, английские фунты стерлингов и китайские юани. На долю всех этих вкладов приходится порядка 5% от всех привлеченных валютных вкладов. Интересно, а китайский юань как сейчас увеличивается? Как ни странно, да. Там хоть и маленький объем, но буквально за декабрь и январь объем этих вкладов увеличился в два раза. А вы какие-то специально интересные программы предлагаете для стимуляции этого или наоборот? Нет, это больше, я думаю, что позиция уже населения раскладывать на как можно большее количество кучек. Разно для того, чтобы, собственно говоря, основная цель не столько, чтобы прирост, а чтобы не потерять, но и сохранить. А вот мы как раз, мне кажется, подходим к интересной теме. Какая вообще сейчас, какую бы вы дали рекомендацию нашим слушателям с точки зрения стратегии? Как сохранять деньги или какая самая правильная тактика поведения? Смотрите, я бы действительно с точки зрения текущих ситуаций на рынке разделил бы на две вещи. Во-первых, по срочности и типу вклада, и второй, по валюте вклада. С точки зрения разделения на валюты, на мой взгляд, самая правильная стратегия сейчас порядка где-то двух третий держать в рублях и одной трети в валюте. Ну, валюту можно, соответственно, разделить между долларами и евро, или какую-то небольшую часть разместить, как я сказал, в тех валютах, которые наиболее стабильны. Швейцарский франк, английский фунт серлингов и китайский юань. Китайское правительство давно, собственно говоря, поддерживает китайский юань, и он фактически привязан к доллару. Здесь нужно понимать, что это тоже достаточно стабильная валюта сейчас в мире. В точке зрения срочности размещения я бы рекомендовал, допустим, по рублям разбить средства на несколько вкладов. Поскольку сейчас максимальные ставки по вкладам составляют ставки на месяц, на три и на шесть, то разбить, возможно, в равной пропорции на срочно непополняемый вклад на средства на один месяц, на три месяца и на шесть месяцев. А также открыть пополняемый вклад на длительный срок, на один год, и в последующем, в зависимости от того, как будет ситуация на рынке меняться, пополнять вклад. Почему? В дальнейшем ставки будут снижаться, и открыв сейчас вклад, зафиксировав ставку достаточно высокую, на уровне 11,5-12 годовых на год. В дальнейшем, когда ставки снизятся к концу года, а мы это уже проходили где-то до 10-11%, можно, собственно говоря, по высокой ставке иметь возможность пополнения таких вкладов. Ну и, безусловно, можно открыть управляемый вклад, по которому вы можете, зафиксировав некую неснижаемую сумму, пополнять, снимать, пополнять, снимать. Вот по таким вкладам сейчас ставки в рублях в районе 10,5-11,5, может быть, даже 12,5, в зависимости от той суммы, которую вы минимально фиксируете, и которую вы не снимаете в течение всего срока вклада. А вот с точки зрения клиента вашего банка, вот у вас есть, ну вот такая работа с депозитами, она достаточно трудоемкая. То есть, если каждый раз ходить в отделение для того, чтобы все это дело оформлять, переоформлять, снимать, писать заявление, не знаю, как там по бизнес-процессу у вас это работает. Какие вы предлагаете здесь технологии своим клиентам? Смотрите, здесь у нас все замечательно с точки зрения такого вопроса. Первый раз, когда приходите в банк, открываете текущий счет, открываете первый вклад, можно даже открывать первый вклад. А счет, кстати, сложно открыть? Ну, это минуты 2-3. Супер. Вот, сейчас вообще идей в кассу нет, так что здесь проблемы нет. Вам бесплатно оформляется доступ в систему интернет-банкинга, и дальше с помощью интернет-банкинга, буквально там, я сам ее использую, буквально за 5-10 секунд вы можете, если вы уже внесли средства на текущий счет, открыть вклад через интернет-банк. Тот, который вы хотите. То есть, ну, грубо говоря, вот, как я сказал, там несколько вкладов открыть, там 4-5 вкладов, но займет там пару минут у вас, сидя дома в интернете. Более того, клиенты, которые открывают вклады у нас через систему Мегапейн, интернет-банкинга, они получают дополнительный бонус. Если вы открываете через интернет-банк, у вас ставка по вкладу будет больше на 0,4% годовых, чем если вы будете открывать их в офисе. То есть, мы тем образом, как раз, клиенту стимулируем. Один раз попробовав, им это, естественно, нравится. Причем это и по рублям, и по валюте, независимо от срока вклада и от валюты вклада. — Алексей, ну вы вот так виртуозно совершенно там ходили по ставкам и так быстро дали совет по поводу того, как лучше, да, и какие вклады использовать. Но для того, чтобы, ну, простому там человеку, да, который не так тесно связан с банковской историей, да, в этом сориентироваться, конечно, ну, наверное, было бы важно, чтобы его проконсультировали. И вот так же очень быстро, грамотно показали ему, где он выигрывает, где он проигрывает и так далее. У вас есть какие-то, ну, может быть, те же самые онлайн-консультанты? Или, может быть, опять же, онлайн-банк, где можно поиграть, ну, какую-то модель себе составить, да, и поперекладывать между разными вкладами свои деньги с тем, чтобы понять, сколько ты будешь иметь? Ну, я думаю, что можно просто обратиться в колл-центр банк, у нас телефон очень простой, 8 800 500 080, и сотрудник колл-центра достаточно быстро консультирует клиента, что и как ему эффективно сделать с тем объемом средств, который у него есть. Потому что, безусловно, многое зависит от того, какой объем средств клиент хочет сохранить и приумножить. Потому что если достаточно большой объем средств, да, то, возможно, стоит подумать уже и об, допустим, таком инструменте, совершенно новом, который еще, ну, не во всех банках, собственно, существует. Это металлический счет. Что это такое? Это фактически такая как бы псевдовалюта, с одной стороны. То есть вы, у вас это будет счет, он номинирован будет, допустим, в золоте или там в платине, да, но это будут не слитки, это будут некие условные граммы, которые будут отражаться на вашем лицевом счете. И, соответственно, вы можете в любой момент времени как покупать дополнительные, да, единицы, условные граммы, да, так и продавать их по тому курсу, который действует в банке. То есть фактически обращаться с этим счетом так же, как вы обращаетесь там с валютой. А курс банка как-то коррелируется с... А курс банка, безусловно, коррелирует точно так же, как курс доллара, покупок и продажа коррелирует с тем курсом золота, который существует в настоящее время. А сейчас много таких клиентов, которые используются? Нет, сейчас достаточно мало таких клиентов, но, как ни странно, там вот за прошлый год их количество практически там удвоилось. Но, безусловно, это пока что больше привилегия вип-клиентов, да, поскольку они пытаются максимально диверсифицировать свой портфель вкладов. У вас, значит, два грамма золота. Давайте мы сейчас прервемся, дамы и господа. Мы сделаем большую паузу. Не переключайтесь, пожалуйста, оставайтесь с нами, мы скоро к вам вернемся. Дамы и господа, Да, с вами опять передача «Бизнес и банки» и с вами ее ведущий Андрей Филатов и Екатерина Волкова. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В гостях у нас сегодня Алексей Бахаев, директор департамента развития розничного бизнеса ПАО «АКБ-Связьбанк». Еще раз здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Алексей, ну вот мы с вами говорили про металлические вклады. Вы сказали, что они доступны только VIP, ну пока только VIP-клиентам. А как вы видите перспективу? То есть они будут больше, вы планируете их предложить? Клиентам, что называется, более массовым? Нет, открытие счета бесплатно, то есть оно доступно любому клиенту. Но в большинстве своем больше пользуются, конечно же, VIP-клиенты, поскольку они перераспределяют свои средства максимально по всем возможным инструментам. Но, как я уже сказал, количество этих клиентов, которые пользуются этой услугой, увеличивается. Здесь вопрос дальше, собственно говоря, в том, чтобы продвигать это, носить это массово до населения, рассказывать, в чем преимущество, показывать, насколько, собственно говоря, происходит рост. Но здесь тоже нужно понимать, что это нужно вкладываться не на месяц, не на три месяца, даже не на полгода, а на достаточно длительную дистанцию. Это может быть и три, и пять лет. То есть это фактически такой инструмент длительного накопления. Алексей, а сколько лет банку, кстати? В этом году уже будет 24 года с момента основания связи с банком. Банк был основан в 1991 году. С точки зрения динамики развития банка, как вы сейчас находитесь в рейтинге относительно первой сотни банков? Смотрите, мы находимся в первой сотне банков практически в начале третьего десятка. То есть мы находимся где-то на 22-м, 23-м месте по объему сформированных активов всего банка. При этом, если говорить про розницу, то мы существенно нарастили свои позиции в розничном бизнесе. За последние два года, допустим, по розничному кредитованию, если мы находились где-то в четвертом десятке по объему портфеля розничных кредитов, то сейчас мы, допустим, по итогам прошлого года заняли уже 25-е место среди всех банков по объему размещенных средств физических лиц, то есть по объему кредитования. А в части привлечения средств физических лиц тоже мы существенно за два года выросли. Если мы находились на где-то 60-х местах, то тоже, опять-таки, по итогам этого года мы вошли в первые 50 банков по объему привлечения средств физических лиц. А с чем вы связываете такое хорошее развитие, такой бурный рост? Более активную позицию банка именно по этому направлению, поскольку это направление было признано одним из стратегических с точки зрения развития. И этому уделяется большое внимание как руководство банка, так и акционеров. Вас примеруют за это? Вы же руководитель. Ну да, безусловно. И нас, я думаю. Но для нас пример не столь важен, не столь главен, насколько, собственно говоря, получение результата. То есть мы и вся команда нацелена на результат. Поэтому достижение определенных результатов – это в том числе некий стимул для дальнейшего, собственно говоря, развития. Алексей, а вот за то время, которое банк существует, 23 года – это серьезный такой период, как менялся профиль вашего клиента? То есть есть какие-то изменения? Или вот те люди, которые стабильно с вами начали работать, они продолжают? Или появляется что-то новое? И вот оцените, пожалуйста. Ну смотрите, где-то в 2004-2005 году банк начал активно работать с Почтой России. Это один из наших стратегических партнеров. У нас с ними, собственно говоря, есть действующий зарплатный проект, по которому большая часть сотрудников Почты России получает зарплату на карточке «Связь банка». Это был некий такой стартап розничного бизнеса «Связь банки». В дальнейшем началось развитие как филиальной сети, так и розничной сети «Связь банка» на месте, собственно говоря, филиалов в городах присутствия Почты России. Это как бы был такой некий первый этап. Он длился где-то до 2008-2009 года. В 2009 году, когда акционером стал Внешэкономбанк, «Связь банка», стратегия немножко изменилась. При этом все равно фокус остался на рознице, но при этом он сместился в том числе больше в сторону развития ипотечного кредитования и развития программ кредитования как зарплатных проектов, именно розничных, так и кредитования сотрудников, корпоративных клиентов банка. И вот в данном направлении сейчас как раз и есть фокус развития «Связь банка». То есть, в первую очередь, это ипотечное кредитование банк уже занял. По итогам прошлого года пятое место по объему ипотечных кредитов вообще в целом по России. Второе направление – это развитие зарплатных проектов совместно с Внешэкономбанком, привлечение организаций на зарплатные проекты и кредитование сотрудников зарплатных проектов. И третье направление – это потребительское кредитование сотрудников корпоративных компаний, которые обслуживаются в банке. Буквально в начале прошлого года мы также запустили программу автокредитования. Пока там еще не такие существенные достижения, но тем не менее мы за прошлый год выдали практически полтора миллиарда рублей автокредитов. С нуля это достаточно серьезный результат. Алексей, а какова география работы банка? Мы представлены более чем в 53 регионах, при этом количество офисов практически около 150 в настоящее время. Вот интересная история с ипотекой сейчас и с автокредитованием, потому что мы слышим и мы видим, что люди меньше покупают. Да, действительно сейчас такое достаточно осторожное отношение как к деньгам, точно так же и вообще к состоянию, и к тому, во что люди готовы инвестировать, и как они сберегают свои деньги. Как вы на себе это чувствуете? И что вы делаете? Как это, может быть, программы изменяете для того, чтобы к вам приходили за ипотекой? Потому что сейчас очень-очень много страха и вопросов в этом направлении. Смотрите, мы здесь идем по двум направлениям, решая эту задачу. Первое направление – это, безусловно, получение финансирования по дешевым тарифам от существующих институтов. Это фактически центральный банк, который может кредитовать банк по льготным каким-то ставкам. Для того, чтобы эти средства использовать в дальнейшем для ипотечного кредитования. Сейчас совместно с Центральным банком, совместно с Сбербанком, это В24-банком «Зенит» идет проект по получению финансирования под залог закладных по военной ипотеке. По этим условиям банк сможет получить финансирование в размере по ставке 10-75% годовых на срок 3 года. Соответственно, мы эти средства сможем использовать для того, чтобы фактически провести рестарт и программу ипотечного кредитования. Это то, что касается ипотечного кредитования. Дальше. Буквально недавно было совещание в правительстве и было принято решение о том, что государство будет готово субсидировать ставку по ипотечному кредитованию. В чем это будет заключаться? Пока что первая информация, которую мы получаем из средств массовой информации, что государство будет субсидировать ставку в размере 5-5,5% годовых. То есть, если банки будут кредитовать по текущим ставкам под 15,5%, то 5,5% будет комиссировать государство, а клиент будет платить 10-10,5%. То есть, это уже возможность реального рестарта ипотечного кредитования. Мы сейчас ждем условий. Насколько я знаю, что подготовка условий по данной программе производится Минстроем. И должны выйти до конца февраля уже быть утверждены и выделены бюджетные средства под эту программу. Вроде бы должны выделить, насколько я знаю, 20 миллиардов рублей именно государство в этом году на финансирование, что позволит выдать льготных кредитов по такой ставке в целом по банковской системе порядка 400 миллиардов рублей. Да, это не так много. Допустим, в прошлом году всего объем ипотечного кредитования в целом по России составил 1,9 триллиона рублей. Да, это не много, но, тем не менее, это уже что-то, с чего можно начать и в дальнейшем дальше развивать ипотечное кредитование. Но это если говорить про новые кредиты, я правильно понимаю? А те, которые были взяты у вас, да? То есть, там сейчас очень большая тоже проблема с теми, кто брал ипотеку в валюте. Вот вы как решаете, как банк этот вопрос? Мы очень просто решили для себя. Мы ни в коем разе клиентов никогда не подводили, поэтому мы клиентам не давали кредиты в валюте. У нас клиенты брали только кредиты в рублях, и средняя ставка, по которой мы давали, это порядка 12-12,5% годовых. То есть, были вполне доступные кредиты по вполне доступным ставкам. То есть, никакой паники у вас в связи с этими событиями не было? Нет, у нас все спокойно. Вот такой вопрос. Есть ли у вас какие-то программы лояльности? То есть, если вы занимаетесь розницей, у вас зарплатный проект, у вас есть корпоративные клиенты, какие-то программы лояльности вы используете, какие-то механизмы? Да, буквально, собственно говоря, не столько механизм привлечения, сколько механизм повышения лояльности клиента к банку. Эта программа лояльности, безусловно, привлекает часть новых клиентов, но она призвана в основном сохранить клиентов в банке. То есть, те клиенты, которые постоянно пользуются услугами, они должны все время получать какой-то плюс от банка. И мы как раз в декабре прошлого года запустили программу признания совместно с платежной системой визы и совместно с провайдером интернет-услуг Озон. В чем заключается эта программа? Клиент, подключившийся к этой программе, с посуществующим картам, может получить бонусы, которые в дальнейшем могут на эти бонусы приобрести, фактически их обменять на товары-услуги, которые представлены на интернет-портале банка. То есть, я не знаю, вплоть до того, что за 20 баллов купить, я не знаю, ручку. Или там, ну то есть, вплоть до каких-то там товаров, например, утюг купить, что-то, что-то, что нужно. То есть, чем больше человек тратит по карте, тем больше у него баллов, тем больше он может получить подарок. Соответственно, он может эти баллы потратить на то, что ему нужно. Это достаточно большой каталог продукции представлен. В этом году мы собираемся развивать эту программу путем привлечения как дополнительных партнеров. В ближайшее время мы подоставим возможность клиентам на баллы покупать авиабилеты. Причем, в отличие, допустим, от других программ лояльности, мы предоставляем возможность часть покупки оплатить баллами, а частью рублями. То есть, мы всегда прекрасно понимаем, что иногда вот копишь, 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 да. А там, когда он еще там накопится, это количество баллов, да. А здесь можно... Билет хочется сейчас, да. Да, билет нужен здесь и сейчас. Поэтому, фактически, можно часть баллов использовать для покупки билета. Это, ну, соответственно, таким образом вы фактически получаете как скидку. То есть, таким образом, скоро ваш этот портал превратится в такой интернет-супермаркет, где ваши клиенты смогут и отпуск себе оформить, и утюг купить, и квартиру обставить, и все что угодно. Ну, да, конечно. Здорово. Ну, давайте на этой позитивной ноте тогда закончим нашу сегодняшнюю беседу. Алексей, спасибо вам большое. Дамы и господа, с вами была программа «Бизнес и банки» и ее ведущие Андрей Филатов и Екатерина Волкова. А в гостях у нас был Алексей Пахаев. Большое спасибо, Алексей, за интересную беседу. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok